Приветствую вас, Екатерина, давайте разберем ваш вопрос. Собственно, в вашем вопросе нет вопроса, как-то не странно звучит в том смысле, что вы его не задаете, вы не задаете свой вопрос, вы просто описываете некоторую ситуацию, которая у вас происходит сейчас, и, собственно, все-все. Вы описываете, безусловно, некоторую свою тревожность, вы описываете то, что вот, значит, живете с мужчиной 8 месяцев, и каждый раз, когда вы ссоритесь, он говорит, что вы друг другу не подходите, что вы не пара, и так далее, и так далее, и так далее. Но, соответственно, когда это дошло до кульминации, вот, и вы опять поссорились, и опять заговорили друг другу кучу слов, он сказал, что вы не пара, и не знаю, для чего с вами живете, вот, то теперь она окружила заботой, и кроме объятий и секса, в общем-то, все у вас хорошо, но что думать, вы не знаете, и живете теперь в неопределенном порвешенном состоянии. Знаете, вот, я не знаю, чувствуете ли вы то же, что и я, но я могу выделить то, что как-будто очень спешит. У меня такое ощущение, что вы вообще не даете себе возможности остановиться и подумать вообще, что происходит. Ну, например, вот, я живу с мужчиной, пишите вы. Окей. Как так получилось, что я живу с мужчиной? Насколько мне хорошо жить с мужчиной? Чем я руководствую, живя с мужчиной? Это важно. Дальше. Вы сортец. Ну, вы сортец. Не кто-то один, а вы оба. И вы вносите вклад в конфликт, такой же, как и мужчина. Так что происходит с вами? В конфликте? То, что человек говорит, что вы не баррель, что вам нужно расходиться, это его страхи, вероятно. Может быть, может быть, что-то ещё. Но важно другое. Что ссора не была бы возможна, если бы вы не вносили в неё вклад. Ну, как-то одному, самому с собой, человеку ссориться с ссорами. Поэтому подумать, что вами двигает в конфликт. Что вами двигает в конфликт. Вот вы пишите дальше, что последняя ссора у нас была. Мы наговорили кучу всего друг к другу. Опять, в том числе и вы. Вы наговорили. А что вами двигало наговорить? Знаете, зачастую люди ссорятся из-за одного или нескольких моментов, которые не прожили до конца. Там где-то есть недопонимание, где-то есть расхождение. Люди это не проверили до конца, не разобрали и постоянно к этому возвращаются. Оно у них болит, например. Но это такой, больше бытовой уровень. А ещё есть уровень, когда у человека внутренний конфликт какой-то. То есть, словно говоря, я боюсь, что ты меня бросишь. Поэтому, когда что-то из того, что напоминает мне о том, что ты можешь меня бросить, то есть я, соответственно, начинаю испытывать сильные эмоции. И реагирую более экспрессивно. Да? Чем я реагировал бы, если бы не боялся. Реагировал более болезненно. Подождите, мне кажется, что начиная жить с мужчиной, вы, мягко говоря, ему не доверяете. Вы хотели бы доверять, но вы не доверяете. Мне кажется, что, живя с мужчиной, вы, ну не знаю, как-то вот нет ощущения вашей самостоятельности. Нет ощущения, что вы свободны в этих отношениях. Понимаете? Вот ваша неопределенность, подвеченное состояние, о котором вы говорите, это состояние человека, который не свободен в своей жизни. Это состояние человека, который не выбирает быть партнером. Это человек, у которого нет вывода. И, соответственно, не очень понятно, что между вами и мужчиной общего. Что вас связывает. Как развиваются конфликты. Вот. И так далее. То, что происходит сейчас у вас, я имею ввиду, в вашей вот жизни, в отношениях, это проявление, как я уже сказал, тревоги. Что это значит? По сути, речь идет о том, что какие-то проявления, какая-то активность вашего партнера вызывает у вас чувства, с одной стороны, более экспрессивные, если бы тревоги не было. Если бы вы доверяли, например, больше себе, если бы вы были, ну, более естественные, более спонтанные, с одной стороны. А, с другой стороны, этих чувств вы стыдите. То есть, вы их не, ну, не принимаете, не выражаете. И для того, чтобы как-то, как это все скрыть, но в то же время что-то выразить, нужны ссоры. По крайней мере, с вашей стороны. Я не знаю, как со стороны мужчины, но вот с вашей стороны так. И, соответственно, этот момент нужно вам скорректировать. То есть, вам необходимо лучше узнать себя, чтобы понять, как вы можете взаимодействовать в конфликтных ситуациях. Дело не в том, чтобы избегать конфликтов, дело в том, чтобы не позволять, не доводить проблемные ситуации, которые, в принципе, ну, нормальные в любых отношениях, да, до ссор, до конфликтов, до оскорблений, до... Ну, просто перебалок, по сути, которые ни к чему не ведут. А сейчас, мне кажется, что вы себя не осознаете. Мне кажется, что вы очень быстро идете по жизни, в том числе и по отношениям. Мне кажется, что вы вообще не замечаете в себе многое вещи. Вот вам бы позамечать, Екатерина. Вам бы позамечать. Разве у вас, ну, может быть, страх одиностатства, страх побросит вас, и, там, и, эм... Может быть, болезненность, а потому что, если, там, о вас, ну, человеку оставят, то вы плохая и так далее. Ну, вот, в последней фразе, где вы пишете, что, что он жир, когда я уйду, чувствуется, что вы себя обесцениваете, потому что нет ощущения, что вы допускаете, что вам реально можно дорожить. А значит, как бы вы выбрали, эээ, как бы вы не выбрали мужчину, который, эээ... является для вас спасательным кругом. Как бы вы, как бы вы не выбрали, а просто приняли то, что вам, эээ, что вам предоставили. Вот вы спросите себя, ну, вы свободны в отношении? Чувствуете ли вы для себя возможность выйти из них, если вам этого захочется? Ну, и, эээ, психологическая игра «Скандал», в которую вы играете, эээ, является важным элементом данной ситуации. Я рекомендую вам про неё почитать, она есть в интернете. Вам будет более... понятно, что происходит. Эээ, вполне вероятно, что есть ещё... ...психологическая игра «Попался негодяй», в который вы играете, тоже. Мне, если честно, кажется, наперегонки даже со своим мужчиной. Вот. Тоже почитать. Эээ, спросите себя вот что. Насколько вам внутренне соответствует то, что вы живёте с мужчиной без брака? Насколько... насколько вы в этом... вы в этом проявляетесь? Эээ... заметьте, мы сейчас не говорим про... эээ... мораль. Мы не говорим про... то, как должно быть. Эээ... я говорю исключительно про... эээ... то, насколько вам хорошо. То есть, насколько вы... эээ... являетесь собой, когда живёте ээээ... с мужчиной. Вот так. Как живёте. Насколько вы являетесь собой, когда оказываетесь в ситуациях... ээээ... конфликтных. В контексте вашего мужчины. И так далее. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Очень надеюсь, что мой ответ вызовет у вас отклик, которым вы захотите поделиться. Что и послужит начал... началом работы над собой. Субтитры сделал DimaTorzok